В этом видео результат эксперимента по посадке четырех томатов в одну лунку, каждый из которых выращивался в один стебель. В первую очередь хочется, чтобы зритель четко понимал цель нашего эксперимента. Это действительно важно. У нас не стоял вопрос, хватит ли четырем томатам, посаженным в одну лунку питания. Такой вопрос мы себе не задавали, потому что ответ на него для нас очевиден. Да, питания томатам хватит. У нас не стоял вопрос, хватит ли места для стеблей и листьев томатов. Потому что сравнение у нас было с томатами, посаженными по два в лунку, но которые велись в два стебля. Площадь посадки одинаковая, обозначим ее как х. Сорт томатов одинаковый, количество стеблей тоже одинаковое. И в том, и в другом случае четыре стебля, а четыре равно четырем. Значит, в нашем случае места для стеблей и листьев томатам хватит точно. Вопрос стоял в том, можем ли мы при одинаковом стебле стоянии на одну единицу площади получить больший урожай? Если сформулировать тот же вопрос по-другому, то он будет звучать так. Как лучше выращивать томаты? В один или в два стебля? В каком случае урожай с единицей площади, я подчеркиваю, с единицей площади, а не с одного растения, будет больше? Так получилось, что независимо от того, как я сажаю томаты, по одному в лунку крупноплодные сорта, или по два в лунку среднеплодные сорта, индотерминатные помидоры у меня всегда росли в два стебля. Хоть часто хотелось вырастить в один стебель, но на каком-то этапе пасынок упускался, получалось два, а иногда и три стебля. Исключение было выращивание помидоров черри практически без пасынкования. Это одно растение и множество стеблей. В общем, индотерминатные помидоры никогда не росли у меня в один стебель, но ведь многие выращивают только так, и тому ведь должны быть свои причины, свое объяснение. Свои предположения я озвучила в весеннем видео, и так как они были неверны, я хочу вставить сюда кусочек из этого видео, чтобы не было противоречия в моих словах. Ведь чем больше стволов у томата, тем медленнее он растет в высоту. И если вести томат в один ствол, то он очень быстро упрется в потолок. В общем-то, предположение строилось на том, что если растение не тратит силы на наращивание еще одного побочного стебля, то все силы оно бросит на быстрый рост главного стебля. Листья будут закладываться и расти быстрее, кисти будут закладываться тоже быстрее. В итоге весь процесс роста будет происходить в два раза быстрее. И в конце концов, один стебель, упершись в потолок, даст плодовых кистей за то же самое время в два раза больше по сравнению с собратом, растущим в два стебля. Это было мое предположение. Но томаты совсем не заинтересовались этим предположением, а росли так, как они считали нужным, так, как было заложено природой. Что у нас получилось не в теории, а на практике? Напомню новичкам, что развилка томата состоит из главного стебля и главного пасанка. Главный пасанок растет под первой цветочной кистью. В общем-то, он растет под любой по счету кистью, но это уже детали, на которые мы сейчас не будем отвлекаться. И главный пасанок, вырастая, становится вторым стеблем. Оказалось, что томат совсем не тратит время на отращивание этого главного пасанка. Не тратит время специально, а весь процесс идет одновременно. Помните, я вам рассказывала, что утверждение о том, что томат тратит время на отращивание корней, неверно. Что корни и надземная часть растения растут одновременно. И если нет роста корней, то и нет роста надземной части. Эти помидоры ровесники. И это видео можно посмотреть по ссылке наверху. Так вот, и в этом случае, к моему удивлению, оказалось, что этот процесс идет так же одновременно. И что удаление главного пасанка не увеличивает скорость роста основного стебля. Такую красивую теорию разрушил сам помидор. Рассмотрим на макете, как это происходило в реальности. Что оказалось на практике? Один момент времени, то есть в один и тот же день. Сорт помидоров одинаковый. Этот сорт дает первую плодовую кисть после девятого листа. И каждую последующую кисть через три листа. На картинке всю кисть мы обозначили одним красным помидором. Прошла, допустим, неделя. Те же два томата, но один из них пустили в два стебля. В первом случае томат дал по три листа на каждом стебле и по цветочной кисти на каждом стебле. Во втором случае дал три листа и цветочную кисть. И в том, и в другом случае прошло одинаковое количество времени с одинаковым уходом. И это один сорт. Прошло еще, скажем, недели или дней десять. В первом случае томат дал по три листа на каждом из стеблей. И по цветочной кисти. Во втором случае тоже по три листа. На этот момент на одном томате пять кистей, на другом три кисти. Но ведь вопрос стоял по стеблестоянию, то есть по одинаковому количеству не растений, а стеблей. Теперь считаем на единицу занимаемой площади пять плодовых кистей в одном случае и шесть плодовых кистей в другом случае. Дальше, через промежуток времени все будет повторяться. Как оказалось, помидор одновременно дает листья и цветочные кисти на обоих стволах. При плохих погодных условиях, будь то жара плюс 40 градусов или, например, весь июль плюс 13 градусов, то точно так же одновременно помидор завязывают не все плоды на кистях одного уровня. Получается, что цена вопроса – вот эта кисть. То есть из одной кисти нам нужно посадить рассады в два раза больше. Но такая картина при идеальных условиях. Что я подразумеваю под идеальными условиями? Это не обрезанные листья при посадке и после нее. Как обрезка листьев повлияет на урожай? Допустим, что первая цветочная кисть уже заложена. Пусть кисть не зацвела еще, но она уже сформирована. А мы при посадке оборвем 4 нижних листа. И в первом, и во втором случае. Если мы поведем томат с обрезанными снизу листьями в два стебля, то получим на главном пасанке, то есть на втором стебле, 6 листьев до первой цветочной кисти вместо трех. Почему это происходит? Я надеюсь, что всем понятно. Каждому из стеблей нужен листовой аппарат для того, чтобы вырастить плоды без листьев. Так же, как и без корней, плоды у томата не растут. И томат занимается наращиванием листвы вместо того, чтобы закладывать цветочную кисть. Вот они, 6 листьев вместо трех. А дальше идет цветочная кисть. То есть, обрывая нижние листья, мы провоцируем рост зелени, а не закладку плодовых кистей. Если мы введем томат в один стебель и оборвали 4 нижних листа при посадке, что будет? Томат заложит следующую цветочную кисть не через 3 листа, как это должно быть, а через 4 листа, например. И тут тоже будет объяснение такое же. Нет снизу листьев, значит, не хватит сил прокормить плоды. Поэтому нужно дать еще один. В лучшем случае, один лишний лист. А можно дать и два. В общем, цена вопроса в одной кисти. Эта кисть нижняя. Значима она для тех, кто выращивает помидоры на продажу. Первые помидоры самые дорогие. Но рассады нужно в 2 раза больше. При обрыве нижних листьев мы с вами оттягиваем плодоношение, не вникая в суть. И уже не важно, во сколько стеблей ведется помидор. Многие относят наращивание листьев томатом к жированию. Видео, жирование томатов, мифы и реальность. Посмотрите по ссылке наверху. Если вы хотите написать комментарий, что вы обрезаете листья, начиная с рассады, и у вас все прекрасно растет, так я же не говорю о том, что растет плохо. Я знаю, что у многих нет времени и желания присматриваться к каждому растению, особенно на больших площадях. Ведь растет, цветет, дает плоды. Я предлагаю тем огородникам, кто не хочет, либо не имеет возможности засаживать большие площади, но все-таки хочет получать большие урожаи, обратить внимание на каждое растение, конечно, учитывая сорт. В общем, заходить в теплицу с открытыми глазами. Конечно, будет вопрос по поводу более раннего созревания при введении томата в один стебель. В это ужасно холодное лето очень четко прослеживалась зависимость покраснения плодов не от того, как выращивались томаты в один стебель или в два, а от того, находились ли плоды на прямом солнце. Первыми начали краснеть плоды, которые лучше освещались. А в моем варианте на прямом солнце через открытую дверь находились плоды томатов, растущих в два стебля. Они начали краснеть первыми. На томаты, растущие в один стебель, прямое солнце не попадало. И они начали созревать гораздо позже. Перед вами те самые томаты, с которых и начиналось видео. Четыре томата, посаженные в одну лунку, велись в один стебель. Что касается вопроса, хватит ли места для стеблей и листьев томатов, то рассчитывая место для томатов, нужно, как минимум, знать, как растет данный сорт. И если вы дадите на четыре стебля столько же места, как и на один стебель, то, сами понимаете, ничего хорошего не получится. Но при выращивании в два стебля эти стебли можно разводить. Но для этого должно быть место, куда разводить. Поэтому я всегда говорю про широкие проходы. Точно так же нельзя сажать множество разных, незнакомых сортов в один год и рядом. Сажая томат первый раз, вы, как минимум, должны знать, как он растет. Иначе будут потери при прореживании. И лучше потерять одно растение, чем все. И, конечно, нужно помнить, что даже за знакомыми сортами уход должен быть удобным. Да я еще и в угол теплицы посадила. Дескать, там и места больше. Как же я себя жалела, когда добиралась до четвертого ствола, стоя на одной ноге на бортике грядки. Все бывает. Хорошо, что мы осознаем, что это не томаты виноваты, а мы сами. В этом году у нас получилось то же самое. В угол было невозможно дотянуться, даже стоя на одной ноге. Пришлось отвинчивать поликарбонат. Но это наши ошибки и наш опыт. Почему четырем томатам, растущим в одной лунке, хватает питания? Что делать, если не хватает травы для мульчирования? Выращивание урожая на глине? Урожай в первый год. Какую органику нельзя использовать на грядках? Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова, канал и сайт Вогороде.Про. Субтитры сделал DimaTorzok